Доброго времени! С вами Ведогор. Главная тема – методы очищения дома от негативных энергий. Сегодня мы поговорим о следующем способе энергетического очищения пространства – очищения при помощи свечи. Вам понадобится несколько тонких лосковых свечей, но можно использовать и обычную хозяйственную стеариновую свечу. Возьмите свечу и наденьте на нее небольшой кружок, вырезанный из белой бумаги. Он необходим для защиты ваших рук от негативной энергии, которую впитает расплавленный лоск. Зажгите свечу и не спеша обойдите с ней весь дом, двигаясь по часовой стрелке. Во время прохождения можете петь любую мантру. Например, Аум, Ом, Свет, 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 Любовь, Гармония. Ваше пение мантры – это взаимодействие со стихией эфира, а огонь свечи – проявление стихии огня. Начните движение с входной двери. Это самые главные ворота попадания в жилище отрицательной энергетики. Поэтому дверям необходимо уделить особое внимание. Встаньте у входной двери с наружной стороны и проведите свечой по ее периметру по часовой стрелке. Хорошенько обработайте свечой глазок двери и всю ее поверхность, не забывая про ручки и звонок. Затем переходите к обработке внутренней стороны двери, делая все то же самое. После этого огнем свечи наложите три раза в воздухе на дверь перуницу. Зигзаг молнии перуна для выжигания остатков нечисти. Теперь двигайтесь дальше по периметру квартиры по часовой стрелке. Загляните во все дальние уголки. Не забудьте про мебель, особенно в прихожей, обувь и одежду. Уделите особое внимание окнам, зеркалам, углам, а также вешалкам. Ведь на них скапливается очень много энергетической грязи. На каждый угол зеркало и окно накладывайте по три раза в воздухе перуницу. И каждый раз, три раза произнося заговор. Чур-чурила, стар-перестар. Ты сиди-сиди, посиживай. Ты гляди-гляди, поглядывай. Ты ходи-ходи, похаживай. Всяко зло от нас отваживай. Стены обрабатывайте, проводя свечой по синусоиде. То поднимая ее вверх, то опуская вниз. Ваше чутье подскажет вам, где делать подъемы, а где спуски. Вообще, больше прислушивайтесь к внутреннему голосу и следуйте его подсказкам. Хорошо обработайте ванную комнату. Это место, которое впитывает очень много негативной информации. Особенно зеркало в ванной. Ведь именно в ванной вы смываете с себя грязь, и энергетическая грязь оседает на поверхностях. Не забудьте обработать двери и выключатели, которым чаще всего прикасаются руки. Самые большие энергонакопители – бытовые электроприборы. То есть компьютер, холодильник, телевизор и т.д. Они несут огромный заряд негативной энергии извне. Особенно компьютер, телефон, телевизор. На них задержитесь подольше и обрабатывайте особенно тщательно. Обязательно троекрактно наложите перуницу на кровать и постельное белье. Начиная с головы, обходя квартиру, не забудьте о туалете и подсобных помещениях. Особенно тщательно обработайте унитаз, куда уходит много негативной информации, чтобы она не вернулась обратно. Ее надо хорошенько обжечь. Когда вы закончите очищение дома свечой, у вас на блюдце окажется одна или несколько сгоревших свечей. Немедленно выбросьте их в помойное ведро, содержимое которого сразу же отправьте в мусоропровод или вынести. На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Видогор.